Здравствуйте! Время новостей на канале ИТВ. Я Инна Полуянова. Сегодня и каждый день журналисты ИТВ готовы рассказывать вам все о самом важном и интересном. Сегодня вы увидите в нашем выпуске. Чудеса из полена. Подмосковные мастера показывают свое творчество. По фразе на номер. Юбилей школы в сокращенном варианте. Ивантеевка против вирусов. Борьба продолжается. Об этом и многом другом в ближайшие 20 минут. В дому пожара погибли две женщины. Хотя огнеборцы считают, что в происшествии виноваты сами пострадавшие, трагедия остается трагедией. В ночь с воскресенья на понедельник в хрущевке на пятом этаже загорелась квартира. Горел диван, мебель и телевизор. Причина пожара предполагаемая, что это неосторожное обращение огнем с огнем при сильном алкогольном объединении. То есть получается, что у нас два человека погибли из-за водки. Соседи подтверждают, что бывшие обитатели этой квартиры дружили с зеленым змеем. Так и в эту ночь мама и 27-летняя дочь скрашивали свой досуг спиртными напитками. Курили здесь же. Пожарные предполагают, что загорелась квартира от сигареты, оставленной на этой кровати. Я второй день вот ковыряюсь, да, грязная, как свинюшка. Как это у меня такое? Видно, грязная. Я эту копоть выгребаю. Второй день. Вчера рухнула. Устала. Сейчас утром проснулась, а завтра колопед начала. В пожарной Ивантеевке говорят, что жертв удалось бы избежать, но вызов на пуль дежурного поступил слишком поздно. На пожар прибыло две машины. Бойцы взломали железную дверь, тушили догоравшую мебель пару минут. Но помочь жертвам уже не могли. От шока соседи не могут оправиться второй день. Я думал, дверь разбухнет после. Стоял с тряпкой, собирал, мне на башку капало. Ой, прости, моя душа. Да все правильно, что там говорить. Последствия пожара устранять приходится самим. Уже убрали выброшенные диваны, предметы интерьера. В окончательных причинах трагедии разберется следствие. Ольга Киселёвна, Николай Пантюша, Наталья Леонидова и ТВ. Это был не единственный пожар, случившийся на минувшей неделе. О возгораниях, преступлениях и правонарушениях в нашей сводке происшествий. Информация предоставлена ГИБДД города и 76-й пожарной частью. Пожары частных домов. Главная проблема недели. 14 ноября полностью выгорел частный дом в поселке Мамонтовка. 15 ноября сгорел второй этаж частной фермы в селе Царёво. На этом этаже был склад. Спасти стройматериалы не удалось. 17 ноября. Дым из окна квартиры 13-го дома по улице Победы. Оказалось, что на кухне сгорела сковородка. За неделю на территории города сгорело 40 квадратных метров бытового мусора. Сбит пожилой человек. 18 ноября бабушка получила двойной удар. Садясь в автобус, она сорвалась со ступенек и упала на землю. Мимо проезжал автомобиль, который наехал на пожилую женщину и не остановился, чтобы помочь. Через час её госпитализировали в ЦГБ с ушибами затылочной части головы и таза. По данному факту ведётся следствие. ЧП на территории завода Ипогат. 14 ноября КАМАЗ врезался в бетонный столб. Пошла цепная реакция. Столб упал на столбы теплотрассы. Они задели 4 ЗИЛа и полуприцеп. Хорошо, что в этот момент никого за рулём ЗИЛов не оказалось. Водитель КАМАЗа отделался лёгким испугом. ДТП на улице Кирова. 12 ноября Форд Фокус выезжал с автозаправки, но не уступил дорогу пятой модели ВАЗа. В результате столкновения машины получили вмятины корпуса. Повторный юбилей. Вторая школа вновь празднует 70-летие. Две недели назад мероприятия проводили среди своих. Сейчас в гости пригласили руководство города. Цветы для именинницы от дорогих гостей. Вторая школа принимает поздравления. Что было, что будет в рекреациях на этажах. О каждом периоде в жизни школы хорошо отрепетированное представление. Ребята его показывают уже во второй раз. Судар, вы видите, я сгораю на вы. Руки ваши, руки прошу. Мой мой, пожалуйста, по одному предложению. Не надо картинки все показывать. Понятно, даже без слов, сороковые, ЭВК-госпиталь, 80-е, спортивные достижения, начало 21-го века, возведение пристройки и грандиозный ремонт. На то, чтобы школа стала такой, как сейчас, в последнее время город истратил 14 миллионов рублей. В следующем году планируется направить на ремонтные работы еще 6 миллионов. Главные работы – это ремонт здания старой нашей двухэтажной школы с современными технологиями, с современными материалами. Поэтому вот это, я считаю, наш самый главный подарок города в вашей школе. От города еще один подарок. Всему коллективу в лице директора школы Людмилы Ждановой вручили почетную грамоту. Анна Пыльцина, Максим Винокоров, Анна Белова. Новости города. В Центре развития детей и юношества Вернисаж. Выставка подмосковных мастеров представляет во всей красе изделия из дерева. Предметы быта, украшения и игрушки. Обо всем об этом Олег Квасов. Герой русских народных сказок осваивает современную технику. Выставка «Дерево Россия» охватывает практически все ветви подмосковного столярного промысла. Тут есть как народные инструменты, так и украшения. А какие игрушки? Матрешки, например, просто красавицы. Работы на выставке сделаны руками Сергеева Посадских, Обранцевских и Ивантийских мастеров. Подмосковье всегда славилось своими лесами и особым отношением к дереву. Лес дает в руки мастера материал, который позволяет вполне раскрыть все грани его творческой индивидуальности. Самым маленьким посетителям рассказывают о чудесной роли дерева в культуре нашей страны. Пушкинское лукоморье и есенинские березки. Великие поэты всегда питали слабость флоря. Педагоги Центра творчества уверены, даже сейчас дети должны играть в деревянные игрушки. Дети это знают, как и то, почему такие игрушки вытесняются пластмассовыми аналогами. Потому что тогда было много деревьев, пластмассов не было. А сейчас, наоборот. После осмотра выставки многие ребята знают, что бы они сделали, умея работать по дереву. Цветочки какие-нибудь. С деревом? Да. А как плачешь? Какие ванни? Пиши. Ай. Какие-нибудь розыски. Есть на выставке и заграничные экспонаты. Щелкуны, которыми сейчас можно колоть орешки. Однако по забавности нашим игрушкам немецкие поделки явно проигрывают. Олег Квасов, Николай Пантюшин, Наталья Леонидова и ТВ. Руководители вантеевских предприятий призвали позаботиться о здоровье нации. И рассказали как. Материал заседания санитарно-противоэпидемической комиссии, которую провела глава города, завершает наш выпуск. Я на этом с вами прощаюсь до завтра. Берегите себя и будьте здоровы. Вопрос 1. О состоянии иммунизации населения. О состоянии иммунизации оставляет желать лучшего. В Ивантеевке растет заболеваемость с гепатитом B, краснухой. И если не принять срочных мер, нам грозит эпидемия гриппа. Ивантеевские медики взывают к руководителям предприятий позаботиться о здоровье собственных сотрудников. Тем более, что государство это уже сделало национальным проектом здравоохранения. Уровень состояния здоровья нации имеет определенную угрозу. Поэтому сегодня государство пошло на беспрецедентный шаг проведения иммунизации дополнительной в рамках этого национального проекта. То есть это государственная задача, это государственная политика защитить население имеющимися доступными средствами от заболевания и дальнейшего ухудшения состояния здоровья. Потому что в основе любого соматического заболевания лежит инфекция. То есть уже было сказано. Перенесли гепатит B, получили цирроз. Перенесли, не дай бог, беременная женщина краснуха, получила урода. То есть перенесли там дизентерию, получили обязательно какой-то колит, гастрит. То есть в основе любой соматики лежит инфекция. Так лучше сделать прививку и дальше не болеть и сохранить свое здоровье и в конце концов продлить свою жизнь. Мы получаем сегодня по нацпроекту 4700 доз. Но это те, кто пойдут для наших первоклассников, четвертый класс, жителей нашего города старше 60 лет и интеллигент-рисферы, частые и длительно болеющие. Но 1800 наш министр, разрешение Семен Владимирович, подписал для нашего города. Я посмотрел на Пушкина, 1300, Фрязина 1000 доз. Нам 1800 доз, зная, что по предыдущему году, что не все предприятия откликнулись. И мы готовы сегодня прививать, Надежда Алексеевна, ребятишек, детей нашей школы, 5-й, 11-й класс. Бесплатно. Бесплатно 1800 доз за счет бюджета Московской области. К вам выйти на предприятие, и действительно те, которые часто болеют, и особенно в осенне-зимний период, тоже бесплатно какую-то часть доз мы дадим и на ваше предприятие. Только скажите, куда прийти, чтобы не было как в школе. Четыре часа сидела доктор, три человека привилось. Нам снять Кристинину, Ольгу Петровну, Ольгу Павловну, снять на четыре часа. С приема кардиологического очень тяжело. Очереди стоят, 9 человек врачей на участки уходят, а она у нас кардиолог. Она в школе пробыла, а эффект нулевой. Три человека за четыре часа привилось. Но если желаете, сделайте звонок. Медики ведут разъяснительную работу о необходимости прививок. Однако пока пропаганда не очень эффективна. Население отказывается от прививок. Хочу особо подчеркнуть, да, есть закон, там прописано, человек имеет право отказаться. Безусловно, он имеет. Но мы с вами должны переубедить в эффективности этой вакцинации. Любой отказ, он должен быть, конечно, выбор делать каждому. Но состояние заболеваемости диктует необходимость этой вакцинации. И поэтому пустые отказы, они быть не могут. И они подогреваются, в том числе и средствами массовой информации, что вакцинация имеет не совсем хорошие результаты. Вакцинация имеет замечательные результаты. Но просто очевидно, наш голос, он меньше слышен, чем голос тех, кто хотят, чтобы население болело и несло свои средства в аптеке. А между тем проблема разрастается. Нас задавят вирусы. Наука лихорадочно работает. И слава богу, что изготовлены такие вакцины, которые на сегодня могут защитить человека от инвалидности, от смертности, как гепатит B, вакцина прекрасная, вирус, так вот, гриппа. Так вот, в этом году впервые в прививку, вакцину противовирусную введено такое вещество, на которое патент имеет только Россия. Это полиоксидоний, который не просто от вируса защищает, от конкретного А или Б, а поднимает еще и иммунитет человека. Защищает человека частично и от других простудных заболеваний. Ивантеевские медики, несмотря на кадровый дефицит, готовы выйти в трудовые коллективы. Если сейчас какие-то в коллективе происходят проблемы и вопросы у работающего населения, у вас и самих сотрудников, нужно прививаться, не нужно, хотим, не хотим, объясните, что за вакцина, пожалуйста, пригласите нас, выйдем, объясним, поговорим и постараемся убедить. От руководителей предприятий требуется понимание государственной и национальной значимости проблемы. И личный пример. Прививочной кампании, которая сейчас проводится в школах, подобного не наблюдалось. Надежда Алексеевна, ну, выходит врач, сидит в школе, три часа, что нам снять с приема врача? Три человека пришли на прививку. Зависит, у нас вот главный врач, он первый идет на прививку всегда, он сбежит, и медики привились очень хорошо. Ну, как же иначе-то? С личным примером, туго и на промышленных предприятиях. Ряд фирм отказались от вакцинации сотрудников вообще. Несмотря на достижения современной медицины, стопроцентно действенных лекарственных препаратов от болезней и осложнений, вызываемых вирусами, на сегодняшний день нет. Наукой доказано, что последствия гриппа выжил, температура упала, вроде бы на работу вышла, но последствия гриппа длятся 6-8 месяцев. Это и давление, это и слабость, это другие болячки начинают беспокоить. Вроде грипп-то давно ушел, а вот они, последствия. И поэтому, честно говоря, вот должен прививаться каждый человек. На сегодня вакцины хорошие. У Ивантеевки есть положительный опыт иммунизации. В конце 90-х мы были впереди планеты всей по вакцинации против гепатита B. Сегодня наши показатели хуже областных. Когда повсеместно по России произошло снижение заболеваемости гриппом, мы оказались выше всех. То есть по сравнению с эпидсезоном 2006 года, количество переболевших гриппом у нас выросло в 6 раз. А уровни вакцинации сегодня существующие, они недостаточные, они не достигают тех нормативных, тех рекомендаций, рекомендуемых показателей ВОЗ, которые должны быть достигнуты. А показатели по гриппу такие. Если в коллективе привита половина работающих, эпидемии можно не бояться. А в городе должно быть привито 30% населения. У нас пока в 3 раза меньше. Наталья Соболева, Николай Понтюшин, Наталья Леонидова и ТВ.